Приветствую вас и, конечно же, переезд не является предателем. Да, его именно так воспринимают ваши родители, именно как предателство, потому что они считают, что одна вы не справитесь. Значит, отвечать на ваш первый и основной вопрос, конечно же, я не могу. Ну, хотя бы потому, что это решать только вам. Могу сказать, что у бабушки и у вашей мамы есть свои интересы. Эти интересы не всегда, к сожалению, созвучны вам, вашим взглядом, вашими ценностями. И надо сказать, что это, ну, как бы нормально. То есть в этом ничего нет такого, знаете, необычного. То есть то, что ваша мама и бабушка хотят, чтобы вы были бы к ним поближе, ну, здесь нет чего бы то ни было ненормального в этой ситуации. Хотя бы потому, что вполне возможно, что бабушка и ваша мама так заботятся о вам. И именно исходя из соображения заботы, они себя так и ведут. Это нужно понимать. Да, вам это не нравится, что вы уже взрослый человек, вам нужно свое пространство, это нормально. Но для них-то вы остаетесь все равно ребенком, и для них вы будете ребенком. Сколько бы вы ни старались, и ни что бы вы ни делали, для них вы всегда будете оставаться ребенком. И это, к сожалению, тоже факт. Как бы вам это ни было неприятно, этот факт, этот остается фактом. Естественно, что родители не хотят, чтобы вы от них унижали. А мы сами понимаем, что это означает, что вы взрослеете. Они понимают, что это означает, что они не смогут за вами присматривать. А вдруг с вами что-то случится, с вами что-то произойдет, не дай бог, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ситуация на самом деле довольно серьезная. И вам в этой ситуации, наверное, тяжелее всего, потому что, в отличие от вас, у бабочки и у вашей мамы уже свои какие-то давнишние ссоры, давнишние споры, давнишние какие-то проблемы. И, соответственно, это тоже нужно понимать, понимать, что у них проблемы есть свои, и эти проблемы, они, как или иначе, к сожалению, касаются вас. Значит, вы пишите о том, что у вас на маму обиды. Обиды, это на самом деле довольно плохо. Плохо, что у вас обиды на вашу маму, потому что эти обиды мешают вам жить нормально, и эти обиды я бы рекомендовал вам проработать обязательно с психологом, чтобы они на вас не влияли. То есть вы высказываете, в принципе, правильную мысль о том, что вам, вашу маму, жаль. То есть вы понимаете, понимаете, почему она, так сказать, так себя ведет, ведет таким образом. Вы это понимаете, и это здорово. Здорово, что вы это понимаете. Вы молодец. Но обиды у вас почему-то есть, и связано это в первую очередь с тем, что вы не уверены в себе. Вы не уверены в себе, и советы, поэтому вы воспринимаете так вот негативно. Вообще, надо сказать, что все родители исключительно занимаются советами, и в этом нет ничего ненормального, в этом нет ничего аномального совершенно. Но вы ли оговорите на это болезнь? Почему? Опять же, по той причине, что вы сами в себе не уверены. И вот именно для того, чтобы эту уверенность обрести, чтобы понять, почему вы так болезненно реагируете на любой совет вашей мамы, нужно проработать вашу уверенность в себе, и понять, в чем именно вы не уверены. Чтобы именно понимать, какие у вас слабые стороны, и что с ними можно делать. Это не слабая сторона. Это на самом деле очень-очень-очень важный момент, когда речь идет о подобных вещах. Я имею в виду о неуверенности в себе. Далее вы пишите такую вещь, значит, вы пишите такую вещь, что, где говорите, что у вас пограничное расстройство личности, и тревожное расстройство, сразу возникает вопрос, соответственно, откуда вы это знаете, если у вас диагноз такой, и если есть диагноз, то, соответственно, проходили ли вы лечения, а если да, то каковы результаты этого лечения, почему вы сейчас не наблюдаете с ума врача, и проходите ли вы терапию. То есть психологическая помощь вам, конечно, в вашей ситуации, безусловно, нужна. Да, психологическая помощь вам очень нужна, но будет ли она эффективна, без, скажем, корректировки, исходя из ваших проблем, это вопрос уже совсем другой, и важный вопрос. Поэтому об этом тоже я рекомендую вам подумать. И действительно, если вы хотите жить в самостоятельной жизни, если вы чувствуете, что вам свое личное пространство нужно, если вы чувствуете, что это то, чего вы хотите, то вам нужно двигаться именно в этом направлении, потому что в противном случае вы просто будете себя сжимать, себя подавлять, и ничего хорошего из этого не выйдет. А вполне вероятно, что перевозник начнет повышаться. Другое дело, почему вы к этому решению пришли. Другое дело, сможет ли выжить одна оператор. Это вопрос уже другого плана. Ну а чувство вины, которое пытаются вам навязать родители, это всего лишь навсего инстинктивное средство управления вами. То есть родители, для них, сами не осознают, что манипулируют вами. Вы несете ответственность за свою жизнь, и вы прави ее распоряжаться. У родителей есть своя жизнь, и они правят так же ее распоряжаться. Если они считают, что вы что-то им должны, это можно обговорить отдельно. Но не стоит их точку зрения считать важной, когда речь идет о вашей жизни. И вот почему вы поддаетесь на контекст инкриминирования вам вины за то, что вы хотите сделать, это самый главный вопрос. Получается, вы в себе не уверены. Если вы в себе не уверены, родители это воспринимают как сигнал, и начнут вас все больше убеждать, что вы поступаете неправильно. И понимаете, когда человек начинает делать самостоятельную жизнь, первое, что он сталкивается, это с противоречием и протестом других людей. Но поверьте, ваши родители, это далеко не самый тяжелый, или он не самый страшный протест, который вообще может быть. Об этом тоже я бы вам рекомендовал подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.